Рубрику «Тайная жизнь петербургских памятников» по мотивам одноимённой книги Сергея Носова. В прошлое воскресенье мы рассказали вам невероятную историю Кирова на мясокомбинате. Этот сюжет доступен на сайте канала тройной WTV100.ru. Ну а сегодня в нашем эфире в прямом смысле слова «особая химия». Невероятные подробности и догадки о памятнике Дмитрию Менделееву на Московском проспекте. Их изучил Максим Заговора. Вторая глава «Тайной жизни петербургских памятников» не является пропагандой курения и каких бы то ни было вредных привычек. В крайнем случае этот материал можно считать пропагандой химии как науки, Дмитрия Менделеева как учёного, а также Петербурга как города, в котором находится памятник этому учёному. В феврале 1834 года по новому стилю у директора Тобольской гимназии Ивана Павловича Менделеева родился сын Митя. Он был 17-м ребёнком в семье. В феврале 1932-го на Московском проспекте появился памятник Дмитрию Ивановичу Менделееву рядом дом номер 17. Кадетский ракетно-артиллерийский корпус каждый год перед выпускным кадеты натирают учёному нос. Залазили всегда вот так вот, в парадной форме, конечно, тяжелее. Доставали тряпочку на тёртую пасту и натирали нос. Сколько нужно тереть, чтобы блестел? Ну вот уже блестит, нос во всяком случае. Со лбом, скорее всего, будет дольше, потому что, смотри, вот давно не натирали. Иногда натирают до такого дохода, что берут напильник и напильником слегка, чтобы быстрее. Бородатый, длинноволосый Дмитрий Иванович не кажется обиженным на студентов. Может, когда-то он и возражал против этой тёрки. Но сейчас выражение лица спокойное, даже снисходительное. Он сидит в кресле вальяжно, нога на ногу. Под креслом беспорядок, груда книг, как и положено учёному. Какие-то свитки, научные труды, вероятно. Но они не занимают гения. В руках у Менделеева солидный фолиант. Чтобы узнать, что именно, нужно подобно кадетам забраться на постамент. Так вот, в книге Менделеева написано «Ничего». Там пусто. Дмитрий Иванович читает пустую книгу. Любая книга, на самом деле, она пустая. Вот ты читаешь там «Мёртвые души», там следишь за персонажами, за героями, но она всё равно для тебя пустая. О чём она хочет тебе сказать? Что хотел тебе сказать Гогольев? Но этого мы уже не узнаем. Мы имеем какое-то количество времени, интерпретации людей, школьных учителей, которые нам объясняли. Но это действительно пустая книга. Это очень хорошая метафора. Книга всегда пустая. Есть мнение, что литература закончится на пустой книге, как Малевич собирался покончить квадратом с изобразительным искусством. Гений технических наук Дмитрий Менделеев, современник Льва Толстого, разгадал секрет филологии. Он знает о её страшном будущем, и поэтому ему уже нечего читать. Ведь он не смотрит в саму книгу. Взгляд учёного устремлён вперёд. Тогда зачем ему книга? Обратим внимание на левую руку учёного. Дмитрий Иванович что-то прячет. Дмитрий Иванович курит. Он только что затянулся, и теперь скрывает от посторонних глаз свою вредную привычку. Возможно, это самая трогательная деталь во всём петербургском сообществе мемориальных фигур. Маленькая слабость большого учёного на рабочем месте нельзя, а тут можно. Вот та самая аудитория, в которой трудился Дмитрий Иванович. Не покурить, конечно. Вокруг сложные, но от этого не менее легко воспламеняющиеся реактивы. Впереди студенты, которым можно показать дурной пример. Другое дело скверик. Вышел, прикурил папиросочку. Сидишь спокойно, никто не трогает. Никто не мешает, а папироска всё равно под книжкой. Есть в этом образе какая-то неловкость. И эту неловкость легко объяснить. Скульптор Гинсбург догадывался, что когда-нибудь власти начнут борьбу за здоровье нации. Менделеев с дымком в концепцию спортивного общества не впишется. В общественных местах нельзя. В тех местах, если специально не отведены, вот как у нас в законодательном собрании, есть вывешены специальные таблички, здесь можно курить. Я приветствую инициативу, по-моему, китайцев ещё в каких-то странах. Вообще запрещено курить в общественном месте как таковом. Первая половина прошлого века – это тоже период никотиновых страстей. Памятник поставили в 32-м. О борьбе с курением тогда, конечно, не могло быть и речи. Бюджет зависел от продаж табака и алкоголя. Но советское правительство чётко обозначило, что именно нужно курить. На рубеже 3-го и 4-го десятилетий в Союзе появляются сигареты взамен папирос. Государственная пропаганда делает ставку на них. Вот один из плакатов того времени. Сложно поверить, но такие действительно висели на улицах. Дмитрий Иванович этого не застал. Он по старинке тянул папироску и не догадывался, что это своего рода диссидентство. Поэтому скульптор Гинсбург от греха подальше прячет то, что курит его творение. Поэтому рядом нет пепельницы. Учёному приходится стряхивать на газон. И не иначе, как для того, чтобы этих проделок никто не заметил, заботливые горожане маскируют мусоргения своим собственным. Максим Заговора, Виктор Карецкий, Евгений Алексеев, Александр Александров, Андрей Жухевич, Дмитрий Тимофеев. Итоги недели. Петербург.